Кадры снимались в одном дворе. Это практически центр Углегорска. Совсем рядом местная администрация и стадион Центральный. Каждый год обещают, и чего-то толку нет. Видите, что творится. Дождь сильный пройдет, вообще хоть болотные сапоги не мать. Работы вообще проводились? Может, вот щебень осмотревляется? Щебень – это так, от случая в случай. Перед каким-то праздником, что ли, зазыбали, потому что тут все, вода шла. А так это вот сам привозил, живет. И там вот за домом тоже гонку. Гальку эту привозили. А это вот раскинули щебень, и все. А вода колыла. Ну что это? Я не знаю, что-то делать надо. За старелую проблему решить обещали. И много, много раз. Но обещать не значит сделать. Это точно знают жильцы многоквартирных домов 9-2 на улице Красноармейской и 22 на улице 8 марта. Каждый раз, как только идет дождь, все вокруг утопает в грязи. Три года назад рядом снесли аварийный пятиэтажный дом. Теперь и тут прописаны море грязи и мусора. Напротив сейчас общежитие. Постоянный поток автобусов и техники к нему еще больше усугубляет проблему. В администрации Углегорского округа обещали ситуацию исправить. И даже точные сроки установили. 15 апреля в газете «Углегорские новости» была опубликована статья. До 19 апреля обещали привести в порядок этот участок. После привезли песок. И, собственно, все. На этом работа остановилась. Больше ничего не происходило. Мы не можем дозвониться до руководителя УДТХ Андрея Кияева. Сейчас еще раз попробуем это сделать. Возможно, получится. Ну, собственно, вот так все и происходит. Дозвониться до Андрея Кияева никак не получается. Сейчас наберем приемную администрацию Углегорского городского округа. Узнаем, на месте ли Андрей Кияев. И попробуем с ним связаться. Добрый день. Екатерина Петрова. Углегорские новости. Подскажите, пожалуйста, а как связаться с Андреем Кияевым? Он на работе, не в отпуске? 45-166. 45-166. Он сейчас не в отпуске, да? Нет, на рабочем месте. Ну что, в приемной нам ответили, что Андрей Кияев находится на рабочем месте. Дали его рабочий номер телефона. Сейчас попробуем позвонить туда. УДТХ. Здравствуйте. А можно Андрей Кияевым услышать? Алло. Алло. Добрый день, Андрей. Это Екатерина Петрова. Углегорские новости. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, готовим материал по Красноармейской 9-2. Будут ли там проходить какие-то работы? Красноармейская 9-2 это что? Где? Напомните. Это рядом с администрацией. У нас 15 апреля в Углегорских новостях входила статья, где обещали до 19 апреля отсыпать и привести в порядок тут все. Пока вижу, что только песок привезли, больше работ никаких не было. Екатерина, давайте уточню, пока не в курсе, о чем речь идет. Когда сможете ответить? Ну, перезвоните завтра. Во сколько? Ну, после обеда. После обеда я вам тогда, давайте в два ровно позвоню. Ну, попробуйте позвонить. Дозвониться до Кияева было сложно, но все-таки удалось. Однако его ответы больше подходят на издевку, ведь кроме публикации в газете «Углегорские новости» жители продолжают жаловаться. Кстати, в районе есть и щебень, и техника для отсыпки улиц и дворов. Это видно по шикарному на днях проезду в Шахтерске от улицы Ленина до Котельной. Но пытаемся снова взять в комментарии Андрея Кияева, как он просил на следующий день после обеда. В результате этот руководитель отправил нас к Виктору Антропову, начальнику управления капитального строительства. Ну, в общем, я вам так скажу, мы яму эту, там дом стоял, мы его снесли, я заказчиком был, да. Мы эту яму подровняем, там видели гора песка. Мы подровняем, ну, может, через неделю там проблемку у нас маленькая с техникой и все. А благоустройство дворов и дорогу, эта тема не моя, и я ничего сказать не могу. Нас интересует даже не столько благоустройство, а просто, чтобы он не утопал там, ну, потому что в дождь там, ну, просто невозможно пройти, там грязь невероятная. Ну, в общем, я вам говорю, вот эту яму, которая где-то там стоял, я отвечаю, да, я ее подровняю. А то, что дом утопает, это, ну, не моя тема. Наверное, с вице-мэром поговорить, может быть, про это, но мне кажется, про это я не видел. Важные руководители все еще избегают конкретных ответов на вопросы, перенаправляют друг к другу и не выполняют обещанное. Продолжать такие разговоры бессмысленно. Не можете дать четкие ответы? Тогда сделайте. Люди все еще ждут. Екатерина Петрова, Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Николай Петров. Углеворские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...